всем привет здравствуйте я приветствую вас нашем прямом эфире те кто подключается напишите пожалуйста хорошо ли видно и слышно чтобы я могла разворачивать камеру и уже мы приступали с вами известна к работе надежда у нас подключилась дайте пожалуйста обратную связь все видно да все видно все слышно девочки присоединяются слава богу потому что я почему-то долго не могла подключить ну что всем привет я рада вас приветствовать сегодня у нас тема нашей работы это с жидким акригелем с акригелем фирма flexible гель во флаконах добрый день здравствуйте сегодня поработаем в качестве укрепления натурального ногтя на свою звену потому что я уже проводила эфир с этим материалом выполняла моделирование выполняла наращивание удлинения свободного края соответственно сегодня хотела бы показать вам вариант просто укрепления да то есть ничего не усложняем я думаю что для мастеров которые например по каким-то причинам по каким-то причинам не работают с твердыми гелевыми системами им эта тема вообще будет очень интересно потому что все максимально просто по технике гид лакова удобно время работы мастера сокращает и так снова покрытие при желании тоже можно исключить можно работать как с опилом так и без опила в общем материал кайф очень хорошую адгезию имеет классно стоит даже на влажных ногтях сегодня у меня именно такая модель с очень влажными ногтями достаточно сложными ну в общем сейчас я покажу разворачиваю разворачиваю свою камеру так ну что фирм flexible гель это жидкий акригель который представлен у нас вот в таких флаконах с самостоятельной кисточкой то есть дополнительная кисть для работы нам не потребуется цвета варианты цветов это такая базовая коллекция здесь чистый хороший молочный оттенок розовый и два натуральных камуфляже два нюда один с более персиковым отливом второй имеет более холодный оттенок более теплый более холодный на выбор выбор клиента выбор мастера но я думаю что розовый белый мы совершенно спокойно можем использовать в качестве цветного покрытия вместо цветного покрытия здесь камуфляжами работаем принципу камуфляжа хотите оставляйте хотите цветом перекрывайте тут то есть тут на выбор мастера в чем собственно говоря еще одна фишка продукта я хотела показать это в на нашем сайте в том что материал на самом деле очень классный это оправдана материал мастером очень полюбился и в связи с этим мы выпустили его в большом объеме теперь он доступен в 50 миллилитрах на сайте вы можете новинку это посмотреть то есть очень удобно работаем активно этим материалом он быстро заканчивается и конечно же большой объем для мастеров это конечно более выгодное приобретение поэтому на нашем сайте вы можете посмотреть модель у меня сегодня в предыдущем варианте я с белым работала сейчас мы сделаем розовым каким-то вариантом что хотела сказать что здесь я выполняла укрепление натурального ногтя без запечатки свободного края мастера которые с нами давно не либо которые недавно только к нам присоединились знают что как правило классические гелевые системы мы рекомендуем наносить в качестве укрепления с запечаткой свободного края то есть по свободному краю от одного ногтевого в роста к другому выкладываются запечатывающий кант из более густого материала с более жесткого материала натурал композит либо софт пинга желе для того чтобы предохранить механические нагрузки со стороны свободного края чтобы избежать расслоения искусственного материала вы можете работать в этой технологии можете при сфирм flexible не делать запечатку потому что он прекрасно стоит у него отличная адгезия я очень держу пальчики клиента смотрите убираю меня абсолютно становится мокрые перчатки это видно даже на на видео то есть у меня у клиента очень влажные руки очень влажная ногтевая пластина и при этом при всем фирм flexible отлично стоит хорошо носится даже на таких довольно таки сложных ногтях так начнем мы с подготовки влажность мы уже увидели уже посмотрели что я делаю в первую очередь конечно же так как эта система твердая до нерастворимая здесь мы работаем в трехфазной системе нам необходимо ногтевую пластину подготовить для этого мы ее качественно обезжириваем и обязательно для дополнительного обезжиривания мы используем nail prep это дегидратан препарат который выводит влагу масла подсушивает не только ногтевую пластину но и всю поверхность и когда вы сталкиваетесь вот такими ну как бы сложными до клиентами вот я ручки взяла но вообще посмотрите просто у меня в руках вода хотя даже если я салфетка сейчас вытру на как бы история это не прекратится особенно если человек начинает волноваться то это вообще просто край поэтому здесь nail prep мы можем обработать не только поверхность непосредственно ногтевой пластины можно и концовую фалангу обработать и тыльную сторону потому что особенно если вы сталкиваетесь с клиентами которым вам нужно на такие руки поставить форму на клеевой основе это вообще просто жесть мрак поставить ее форму сложно они отклеиваются не фиксируются вот таким образом можно выйти из ситуации как бы дополнительно себе помочь и прям хорошенько хорошенько nail prep полностью пройти не только по ногтевой пластине далее нам понадобится с вами ультрабон а это грунтовочный препарат который создает дисперсионный слой на поверхности ногтевой пластины то есть фактически такой клеевая основа конечно это не клей но скажем так для сравнения мы создаем такую дисперсионную пленочку на ногте даем ей испариться на воздухе в течение хотя бы минуты когда вы работаете с клиентом вы работаете со все естественно с двумя руками если вы например процедуру выполняете долго не наносите на все пальцы сразу ультрабонд потому что более 30 минут на воздухе и начинать свои свойства терять то есть если вы только начинаете работать скорость работы у вас еще не высокая я рекомендую наносить там допустим на 4 пальца нанесли потом наносите далее и чтобы в дальнейшем не спровоцировать отслойки как со стороны свободного края так и со стороны кутикулы так галина нам написала добрый день каким материалом лучше работать если человек постоянно контактирует с водой вы знаете здесь только методом подбора я вам могу рекомендовать потому что все зависит не только от непосредственной работы до непосредственного контакта человека с водой а еще и от структуры ногтевой пластины вот того насколько влажная на сухая опять-таки здесь масса факторов поэтому к сожалению волшебного какого-то одного материала нет методом подбора можем работать попробуйте все-таки начать с гель-лаковых укреплений все-таки не гелевых потому что гель-лаковые базы они пористые не более адгезивные то есть у них скажем так есть такие абсорбирующие некоторые свойства и они конечно с контакт при контакте с лагой как со стороны ногтевой пластины так и со стороны окружающей среды скажем так они лучше реагируют чем гелевая система поэтому здесь только подбирайте выбирайте и пробуйте я нанесла ультрабонт он у нас испарился на воздухе далее следующий этап это базовое покрытие я во всех эфирах всегда об этом говорю что у мастера всегда есть выбор и конечно желательно чтобы у мастера были и эти продукты в наличии те и те в зависимости от ситуации здесь речь идет о бейс гель базовом покрытии и супербонд гель это базовое покрытие бейс гель это гель-лак здесь это гелевая классическая гелевая база под твердой гелевой системы пользуемся опять таки все по показаниям смотрите ориентируйтесь на своих клиентов на их руки на то как они носят на то с чем они к вам приходят да если от слойки не этот слой но вот для таких очень очень влажных рук вот таких влажных ногтевых пластин в качестве базы я бы все-таки рекомендовала бейс гель использовать опять-таки с отсылкой на то что эта система гель-лаково и на то что он более опористый с влажными ногтями скажем так больше дружит бейс гель наношу тонким слоем с отступом от кутикулы по всей поверхности так как запечатку я не делаю можно пройти по торцу опять-таки смотрите по тому как вы будете работать если вы потом знаете что будете опиливать торец опиливать свободный край ну значит это движение будет для вас лишним если вы будете работать без опила то по торцу конечно обязательно пройдите торец запечатать отправляем ноготь на просушку и далее у нас есть ноготок один розовый я думаю что один белый простите теперь сейчас сделаем розовый просто для того чтобы у вас было сравнение для того чтобы был пример мне очень нравится этот продукт я его люблю очень комфортный он для нанесения вообще в работе классный в нос кости стойкость его конечно равных на мой взгляд и ему нет что касаемо именно продуктов моделирующих в во флаконе со самостоятельной кистью здравствуйте почему бейс гель на всех ногтях дает отслойку а медиум стоит идеально вы знаете да такая на самом деле масса факторов все зависит от того как вы работаете чем вы обезжириваете до этого ну то есть это целый целый комплекс нет одного какого-то универсального средства и нет универсального ответа на ваш вопрос что вот точно может привести к отслойкам именно бейс геля абсолютно на всех ногтях мы им работаем достаточно активно и я им пользуюсь в том числе у меня нет никаких вопросов только если у вас стоит только медиум пожалуйста используйте медиум да то есть если вы нашли тот самый материал который гарантированно вы знаете что он будет стоять на всех руках пожалуйста можно медиум использовать в качестве базового покрытия подарите подарите мне пожалуйста ну я к сожалению не обладаю такой властью вот по поводу подарков это не ко мне я думаю что у нас на сайте и в инстаграм и вконтакте выкладываются на какие-то розыгрыш акции бывают следите за нашими обновлениями тогда я думаю обязательно повезет только но пользуйтесь пользуйтесь медиум почему нет нет никаких запретов нет никаких ограничений каждый мастер для себя выбирает скажем так нужный удобный материал если это хорошо работает я знаю мастеров которые действительно работают именно на базе медиум в качестве базового покрытия так если сделать укрепление многофазным гелем из бутылочных снять дисперсию надо перед подкрытием бафить да если вы выполняете укрепление и так сейчас секунду бутылочную дисперсию если вы сняли дисперсию уже то вам нужно поверхность будет забафить потому что следующее покрытие следующий этап покрытия неважно второй слой геля либо цвет гель-лака он прикрепляться будет либо на дисперсию либо на пеленную поверхность поэтому если вы хотите работать без опила и не опиливать поверхность вы не снимаете с нее дисперсию и сразу дисперсию покрываете цветом таким монофаз да не важно что вот смотрите здесь вы должны понимать скажем так смысл да и свойства материалов у нас материалы делятся на растворимые и на нерастворимые к растворимым материалам мы можем отнести все базы все гель-лаковые покрытия я не цветник сейчас имею ввиду а именно материалы для укрепления они являются растворимые ацетона содержащими жидкостями то есть мы их можем снять вот все растворимые материалы даже после обезжиривания они за счет того что у них структура пористая они друг на друга прикрепляются гелевые системы являются нерастворимыми и соответственно не имеют такой пористости и им не за что друг за друга прикрепиться они могут прикрепиться только на дисперсию либо на поверхность опилена монофаз soft nude soft pink ash кливия в общем абсолютно любой гель если вы понимаете акригель жидкий акригель в банке если вы понимаете что это продукт нерастворимый то при снятии дисперсии его необходимо будет опилить название здесь речи не имеет если конкретно про монофаз то до после снятия дисперсии нужно будет опилить фирм flex был у меня сейчас в руках он имеет розовый оттенок цвет называется розы ли здесь у нас имеется легкая полупрозрачность то есть если мы посмотрим на ноготок здесь я покрывала белым у него прям такая плотная плотная пигментация не светится линия гиппонихия здесь у нас может девочки а прикройте кто-то пожалуйста окно от у меня сдувает сдувает и несет мне на липкий липкий слой в этом мусор делаю выкладку кистью из флакона все точно так же то есть если вы только начали работать и боитесь представьте что у вас там я не знаю в руках база медиум или база макси то чем вы работаете нет абсолютно в технике никакой разницы чем бы вы не работали если это кисть из флакона техника у нас одинаково набрали небольшое количество материала провели кисточкой создали дисперсию по всей поверхности ногтевой пластины например если вы в два слоя работаете то вы можете а я сейчас два сделаю то вы можете сначала например по боковым параллелям чуть-чуть дать больше слой а со второго слоя наполнить в центре либо сделать это наоборот то есть опять смотрите все исходя из формы ногтевой пластины из них исходя уже ситуации средства опять смотрите на то будете вы опиливать не будете опиливать как вы работаете с опилом без опилом конечно если вы хотите ускорить и там клиента где делаете без опила исключить цвета цветное покрытие так можно спокойно потому что цвета сами по себе самодостаточные красивые камуфлирующие смотрите перед покрытием вам не обязательно снимать дисперсию если вам не нужно опиливать поверхность то перед покрытием дисперсию можете не снимать перевернулись центровали отправляем на просушку гель-лаковое покрытие у вас также прикрепится либо к дисперсии либо к пеленой поверхности а там уже исходите из скажем так необходимости сейчас мы немножечко подсушим пожалуйста мы немножечко подсушим и на второй слой вам покрывать пока будет покрытие у нас просыхать я отвечу на вопросы сейчас еще что-то я наоборот снимаю с геля дисперсию по что иначе цвет растекается начинает но держится все ок можно снять дисперсию девочки здесь опять-таки ваше удобство смотрите есть например при работе с тем же самым например вот пример я вам приведу стоп вельветом на отвлечемся сейчас от гелей принцип везде один если вам эта дисперсия мешает если у вас от растекается цвет и вы считаете что он именно по этой причине у вас растекается то вы можете обижить принципе цветное покрытие будет спокойно держаться если например у вас ногти покрыты цветом цвет тоже имеет дисперсию разные цвета по-разному то есть есть например и цветные покрытия которые фактически не имеют дисперсии есть те у кого остаточная липкость прям такая явно активная жирненькая и например если я работаю с такими руками с таким цветом когда я вижу что дисперсия вот я перекрыла например красным не очень жирная дисперсия а мне нужно топом вельвет покрыть я цветное покрытие обязательно обезжирю потому что если много дисперсии я вельветом буду покрывать после просушки может появиться такой эффект полосатости как будто вельвет начинает полосить это из-за того что он смешался с вот этим дисперсионным слоем и появились такие полосы то чтобы этого избежать можно убрать вельвет то есть вы не как бы все в ваших руках главное смотрите то что вы делаете и анализируйте результат своих действий и тогда вы будете понимать нет каких-то прям супер запретов можно экспериментировать можно что-то пробовать и можно приспосабливать и подстраивать под себя работу абсолютно с любыми материалами здравствуйте ставила новые розовые кригель двум клиентам сходили пластами пил делала плюс праймер какую базу использовали потому что на что касаемо там flexi было меня вообще не было такой обратной связи как бы стоит он очень классно и изначально мы его когда разрабь тестировала делала удлинение свободного края когда мы еще не понимали какие свойства до конца материал имеет вот и активно очень эксплуатировала вообще он очень классный держится классно то есть если он у вас прям слетел пластами нужно обратить внимание на то какие манипуляции какие действия делали до этого не должен материал себя так вести однозначно выполнила второй раз покрытие поставила пока в центре только небольшую капельку сейчас возьму линеарную кисточку в изгель ну странно понаблюдайте честно не знаю даже что вам сейчас ответить потому что на обычной пластами вообще сходит там она при может пластами отойти полностью база да потому что она гибко чтобы с гелевой системы так произошло не знаю вот однозначно нехорошо нужно посмотреть обезжириватель обезжириваете тоже чем обезжиривать какой вас обезжириватель что иногда бывает и с обезжиривателем вообще на все обрешайте внимание если влажными салфетками пользуетесь обратите внимание бывают влажные салфетки с одушками с на в составе с какими-то маслами вы например маникюр сделали там влажной салфеткой вытерли остались то есть тут вот очень-очень много факторов понаблюдайте за работой что что происходит про сушка какая была ничего не менялась ни лампа ни лампы ну то есть вот понаблюдайте перевернулась центровала подтянула я не буду сегодня выполнять опил немножечко вот это скругление чтобы меня не получилось зоне свободного края я немножко линярка подтянул и отправлю на просушку обезжириватель тоже наш ну даже не знаю что вам сказать евро клинса на ил прэп полностью не знаю она себя не ставили попробуйте на себя поставить для сравнения чтобы уже до конца убедиться а именно с одним цветом да эта история произошла с розовым странную страну не должно такого быть так фирма flexible у нас подсох я не знаю правда вот честно говоря чтобы вот ковырят что на что нужно сделать смотрите разницу разницу в цветах в разницу плотности пигментации то есть если здесь мы на типсе видим на ложке что белый плотный розовый он имеет такую легкую полупрозрачность спасибо тань правда не знаю что еще посоветовать но в таких случаях знать если что-то непонятно попробуйте на себе потому что когда вы сами эксплуатируете материал сами что-то пробуете возможно ну как бы что-то прояснится розовый у нас менее пигментированный и вот вот в таком варианте мы его видим здесь на белый фирм flexible я покрывала топ драгон скин ну вот смотрите тоже ногти очень влажные может быть в этом дело но вот у меня сидит модель смотрите дар руку раскрою все посмотрите вот она сидит я просто с руки течет но только что на стол не капает вот прям очень влажные руки ну посмотрим как будет носиться следующий раз в эфире если не забудете спросить у меня вам дам обратную связь о том как ногти носились потому что надо действительно руки очень важные я тоже понаблюдаю а потом дам вам обратную связь а здесь я драматик топ взяла и не снимать дисперсию девчонки кто задавал вопрос то есть для покрытия финишем или для покрытия цвета нам нет необходимости снимать дисперсию например если это не вельвет вот с вельветом да я до этого объясняла что может быть такая история происходить какая-то полосатость и так далее а с цветными покрытиями либо с финишем с драматиком смотрите что я делаю я прям беру и вот эти декоративные элементы они не выбирают они не торчат в общем-то комфортно наносится я как бы кисточка стянула и ближе к свободному краю мне хочется чтобы у меня вот еще и под кутикула этот блеск остался поэтому я взяла линеарную кисточку и просто немножечко распределила разровняла так как мне надо если вам визуально и так все красиво этот этап можно пропустить и этого не делать финишное покрытие нанесли и отправляем на просушку укрепление монофазом можно делать и в два слоя и в один слой все будет зависеть от долины ваших скажем так ногтей до вашего клиента от формы потому что если это при это небольшая длина и овал ну почему бы нет сделать укрепление с одного слоя с овалом проще вы нанесли на поверхность перевернули сцентровали как бы собрали там подтянули к свободному краю распределили посушили и все хорошо а когда это квадраты например не мягкий квадрат а когда клиент хочет чистый квадрат но там в любом случае если вы перевернете сцентруете в центр соберется материал а именно с углов будет сильно тоненько да поэтому например квадрат особенно если это длина такая ну там две единицы две с половиной то конечно лучше в два слоя смоделировать вам проще потом будет с ними работать коротенький пожалуйста в один я сейчас делала в два слоя для того чтобы просто показать что можно работать без опила что можно не снимая дисперсию слой на слой выкладывать и как бы за счет этого экономить время а по поводу слоев хоть в три работайте если вы видите такую необходимость а монофаз гель со средней вязкостью то есть он не сильно густой и например на большой длине могут возникнуть трудности в плане моделирования в плане выравнивания то есть чем аккуратнее вы выложите изначально тем меньше вам потом придется пилить на большой длине средней вязкости гелем выложить там идеально аккуратно чтобы минимально пилить достаточно сложно поэтому исходите из того что за счет чего можете себе упростить проанализируйте что вы сделали посмотрите на результат вот и все волноваться не надо новый клиент я думаю что конечно это может быть поводом для волнения но главное скажем так услышать да услышать и понять что клиент хочет и максимально постараться воплотить воплотить это жизнь задавайте вопросы чем клиент ходил до этого как долго он носил покрытие там были ли у него отслойки хорошо ли носится у него гель-лак ли все таки лучше гель то есть поговорите просто поговорите с клиентом выявить его потребность что он хочет получить от маникюра то есть как он любит ногти более такие жесткие значит нужно гелем сделать более это менее такие гибкие чтобы они были чуть более гибкими сделайте там укрепление гель-лаком файбербазы то есть материалов масса есть из чего выбрать главное понять чего хочет ваш клиент в эту потребность выявить и попытаться это реализовать и новый клиент станет старым клиентом обязательно я в этом уверена так ну что материалы я вам показала я надеюсь что на все девочки на все вопросы постаралась максимально ответить если все таки у вас остались то пожалуйста можете писать их в комментариях эфир мы сохраним вот так что всем желаю успехов творческих рабочих хороших клиентов вот и таня напомните мне пожалуйста в следующем эфире чтобы я вам сказала по поводу то как фирм флексибл отстоял ногти влажные руки влажные смотрите совсем мокрые вот чтобы я вам тоже ответила так что так что так что все